Другая встреча этой отборочной группы также закончилась в ничью. Беларуси сумели отнять очки у Голландии и показали, что не являются мальчиками для битья. Уже на второй минуте второй игры наши ребята убедились в этом на собственном опыте. Говорить о невезении приходится, потому что первый же штрафной на второй минуте заканчивается голым в нашем ворот. Причем мы разбирали их стандарты, мы дважды их обыгрывали 3-0 год назад на турнире Гранаткина. Футболисты знают те, кто должен был опекать их. Но когда вратарь командует, в принципе, мяч оставляется ему. Ответный гол у россиян, по мнению тренерского штаба, стал образцовым. Все та же наигранная комбинация, как и в случае с пропущенным от Словенцев мячом. Только здесь наши юноши не потеряли мяч в центре, а довели его до штрафной и забили гол. После этого мы забиваем гол, опять же, разыграв очень хорошую комбинацию, образцовую, идеальную. То, над чем мы работали, над позиционными атаками. И после этого еще один, точно такой же момент, забиваем гол, но там, к сожалению, вне игры. Быстрым атакам россияне предпочитают позиционное нападение. Подобная модель предполагает хорошую сыгранность. Индивидуальные ошибки в рамках командного взаимодействия приводят к опасным моментам у наших ворот. Белорусы снова выходят вперед. Россия снова отыгрывается. В ничьей заканчивается и встреча славянцев с голландцами. После двух матчей россияне первые в таблице. И мы остаемся в связи с тем, что больше забитых мячей на первом месте. И все в наших руках. Но такой осадок остается от того, что, понятно, свои шансы должны были реализовывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!